Здравствуйте! В прямом эфире Вести Карачаева-Черкесия в студии Мураджан-Кьозов. Сегодня день памяти и скорби. К жителям Карачаева-Черкесии обращается глава республики Рашид Тимрезов. 81 год минул с тех пор, как началась Великая Отечественная война. Она унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников, принесла горе каждой семье, оставила после себя разрушенные города и поселки. Сегодня в день памяти и скорби мы вновь вспоминаем подвиг нашего великого народа и отдаем дань уважения жителям Карачаева-Черкесии, внесшим вклад в победу. Сегодня в день памяти и скорби спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов, руководители администрации главы и правительства Мурат Озов, мэр Черкеска Алексей Баскаев почтили память воинов-земляков в Парке Победы. Они возложили цветы к вечному огню и мемориалу жителям Черкеска, погибшим в годы войны. Все в этот день склоняют головы и вспоминают тех, кто пережил и выжил, кто отдал жизнь за мир. Несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю старшего поколения, наша страна выстояла и на ее защиту в далеком 41-м поднялся весь народ. И по традиции ночью проходит акция «Свеча памяти». Ежегодно в Черкесске она собирает у вечного огня большое число потомков-защитников Родины. За мероприятием наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Год назад эта патриотическая акция проходила с использованием социальных сетей. Взрослые и дети фотографировались с зажженными огоньками, как бы отдавая дань уважения людям, которые освобождали родину от фашистов. В нынешнем году на «Свечу памяти» впервые после снятия ковидных ограничений, прошедшего в прежнем формате, пришло огромное число жителей Черкеска, потомков-участников Великой Отечественной войны. Учитывая, какие сейчас происходят события и как извращают историю, и как преподносят детям наше прошлое, то, конечно же, нужно помнить и передавать из поколения в поколение эту память. И, как говорят, если человек не знает своего прошлого, у него просто нет будущего. Каждую семью затронула эта война. Прадеды, прабабушки. Поэтому можно изучать историю Великой Отечественной войны именно через проекты, проекты детей. Они сами должны интересоваться историей своей семьи. Этот день напоминает нам о гибели миллионов наших сограждан, о разрушенных жизнях и разрушенных надеждах. Трудно назвать хоть одну семью, чей родственник не принимал бы участие в той войне. Накануне 22 июня люди приходили к Вечному огню вместе с портретами своих близких, как бы показывая тем, что их вклад в общую победу не забыт. На этом фото представлен мой дедушка, Полянский Дмитрий Емельянович. Он дошел до почти самого Берлина, прошел всю войну и потом умер. В таких акциях, как «Свеча памяти», необходимо принимать участие для того, чтобы мы, граждане нашей страны, помнили о тех событиях, которые были в годы Великой Отечественной войны. Сегодня я пришла не просто так, а с портретом моего родственника, отца моего мужа. Дань уважения защитникам Родины на Аллее Славы отдали представители силовых ведомств Республики, коллективы образовательных организаций, городского совета ветеранов, юно-армейцы Черкеска и просто горожане, которые не могли пройти мимо столь значимого и в то же время трагического события в истории нашей страны. Артур Макцей, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия. Во всероссийской акции приняли участие сотрудники органов внутренних дел Карачаево-Черкесии, ветераны ведомства, члены общественного совета при МВД. Его участники зажгли свечи, возложили венки и цветы к мемориалам погибшим защитникам Родины. Траурные мероприятия сотрудники отдела внутренних дел провели во всех районах республики. Сегодня спикер парламента Карачаево-Черкесии, секретарь регионального отделения политической партии «Единая Россия» Александр Иванов провел прием граждан в приемной председателя партии. Какие наболевшие вопросы озвучены гражданами и какие приняты решения? Смотрите подробности. К председателю Народного собрания обратился тренер Руслан Каракотов с просьбой оказать содействие в организации поездки юношеской команды по боксу на летние спортивные игры в Казани. На ближайшей сессии парламента этот вопрос будет рассмотрен депутатами. Главный врач Республиканского перинатального центра сообщил о необходимости приобретения аппарата интенсивной терапии, который используется вместо переливания крови новорожденным. Его эффективность доказана ведущими клиниками страны. Мы ее называем «бочка» по форме, она так похожа очень, которая позволяет проводить интенсивную фототерапию новорожденным, прежде всего в детской реанимации, недоношенную деткам, и справляться с этой патологией, во-первых, гораздо быстрее, и во-вторых, не применяя такие тяжелые инвазивные методы лечения, как операции заменного переливания крови. Поэтому очень надеемся на вашу помощь, на вашу поддержку. Спикер пообещал оказать содействие приобретения аппарата и дал соответствующее поручение руководителю приемной депутату парламента Марату Хубиеву. К Александру Иванову также обратились вынужденные переселенцы, жители Украины, с просьбой помочь решить бюрократические проволочки, связанные с предоставлением гражданства, без которого они ощущают определенные трудности с получением материальной и медицинской помощи. Мы 4 апреля написали заявление о том, чтобы нам выплатили единоразовое пособие в сумме 10 тысяч. Ну вот уже почти три месяца, в июле месяц, мы его до сих пор не получили. От имени коллектива общества слепых обратился его руководитель с просьбой привести отдельные акты регионального законодательства в соответствии с федеральным в части предоставления инвалидам рабочих мест на предприятиях республики. Крупное предприятие, нет возможности создавать рабочие места инвалидов. Они заключают трудодоговор с общероссийской общественной организацией, ну с региональной, что мы создаем рабочие места. Они нам перечисляют фонд заработной платы и перечисляют налог. Все остальное их не касается. Реабилитация, создание условий, создание рабочего места инвалида. Этим будем заниматься конкретно. Спикер парламента предложил обратиться в письменной форме и пообещал проработать этот вопрос. Ряд обращений, которые касались адресной помощи, были также решены положительно. Мурат Жантьёзов, Ислам Урума, Фести, Карачаево, Черкесия. Сейчас время прогноза о погоде. После продолжим выпуск. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днём 21-23 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвящённый 100-летию Юрия Никулина. 2-96-58. Котироградр пресс. Боль – это не самый лучший спутник жизни. Можно и нужно жить без боли. Специалисты клиники Елены Малышевой в Ставрополе знают, как вам помочь. Не стесняйтесь, не ждите, не терпите. Приходите, и эти специалисты вам помогут. Жить без боли – это счастье. 9 мая в год 75-летия Победы в микрорайоне Горный Уст-Джигуты появился парк, который носит имя заместителя командира 51-й гвардейской танковой бригады Воронежского фронта, героя Советского Союза Харуну Маровича Богатырёва. А сегодня на его территории в День памяти и скорби открыли мемориальную плиту славному сыну Карачаева Черкесии на памятном мероприятии побывала Алла Динаева. Уже два года как парк имени Героя Советского Союза Харуна Богатырёва стал гордостью Уст-Джигуты и местом притяжения. И сегодня, в этот памятный день, здесь собрались учащиеся и педагоги школы номер 3, представители администрации Уст-Джигутинского района и племянники героя. Ничто не забыто. Мы всегда будем помнить 22 июня 1941 года. Чем дальше мы будем и дольше помнить, тем сильнее мы будем. Будем помнить наших героев. Героев, которые сегодня защищают интересы нашей страны. Героев, которые защищали в 1941-1945 родину. Хочу поклониться перед родом Богатырёвых за великого родственника. Величайшее, великое не должно быть забыто. Наши потомки, будущие потомки, вновь и вновь должны возвращаться поистине к этим немеркнущим событиям. Наши дети никогда не должны узнать ужасов войны. Но они должны знать и помнить, кто завоевал им победу. Почётное право открыть мемориальную плиту предоставили председателю Думы Уст-Джигутинского района и представителю рода Богатырёвых. Низкий поклон и вечная память вам, отдавшим мы жизнь за то, чтобы жили мы. Эти слова высечены на гранитной плите от благодарных потомков. А коллективу школы номер 3 выразили благодарность. За умение и за возможность не быть равнодушными. Потому что поставить обелиск от имени школы – это очень и очень серьёзный патриотический шаг. Уверена, что в этом обелиске есть и вклад ваших выпускников, вклад коллектива вашей школы и вклад детей, которые сегодня посещают школу. В апреле этого года на территории школы и парка имени Харуна Богатырёва высадили деревья. И что приятно удивило сегодня собравшихся, на одном из них уже появились плоды. В юбилейный год наша республика обновляется. В Адыгихабльском районе, в ауле Вако Жили, подходит к концу строительство нового парка. Зона отдыха уже полюбилась местным жителям. О благоустройстве общественной территории расскажет Альбина Ламкова. Мне нравится, например, на карусели качаться. Парк в ауле Вако Жили достраивают. Ну а самая главная задача уже выполнена – дети счастливы. И оказывается, для этого не так много и нужно. Забота и внимание. А создание детской игровой зоны – искренняя благодарность от ребят. У нас не было никогда парка. Вот теперь его построили. И все дети идут кататься на каруселях, на качелях, на горках. Им все это нравится. Игровая площадка установлена. Уложены тротуарная плитка и резиновое покрытие. Можно будет покататься на роликах и велосипеде. Действительно, душа радуется. Детям, да и взрослым тоже, пожалуй. Есть где отдохнуть, где с детьми погулять, походить, повеселиться. Безусловно, любой подарок, он очень дорог. Строительство парка и его благоустройство ведется вовремя, к 100-летнему юбилею. Еще в этом году одному из старейших черкесских аулов в Акажиле исполняется 200 лет. У нас в ауле нашим детям негде было не заниматься, не проводить свой досуг. Сейчас нам повезло, нас включили в программу, построили детский парк. Конечно, парк находится на стадии строительства. Еще очень много предстоит работы. Уже на общественной территории аула высадили каштаны. И это только начало озеленения участка. Взрослые дети смогут заниматься на тренажерах, установленных в парке. Осталось поставить скамейки и сделать монтаж уличного освещения. И зона отдыха станет любимым местом, куда смогут прийти жители аула, отдохнуть и полюбоваться красотой. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Адыр-Хабльский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!